В детском доме-интернате в селе Красноселка Коминтерновского района на этой неделе был праздник. Студенты Одесской юрокадемии приехали навестить ребят и привезли с собой подарки. В этом интернате живут особенные девочки и девушки в возрасте от 4 до 35 лет с расстройствами психического развития. На встречу побывали наши корреспонденты. Специально к приезду студентов Одесской юрокадемии воспитанницы Красносельского детского дома-интерната подготовили трогательный концерт. Выступали, исполняя песни, демонстрируя свои таланты. Активисты первичной профсоюзной организации студсовета приехали не с пустыми руками. Студенты передали гуманитарную помощь, продукты питания, лекарства и средства гигиены. Сегодня первичная профсоюзная организация по инициативе президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова посетила Красносельский детский дом. В этом детском доме находится 140 девочек с проблемами здоровья. Мы уже посещаем их не впервые. Нам очень нравится здесь атмосфера, нас приветствуют, очень нас рады видеть. Мы собрали определенную сумму денег, достаточно большую, чтобы мы могли сегодня посетить Красносельский детский дом. Мы закупили им гигиену, принадлежности к гигиене, лекарства, всякие вкусности и творческие принадлежности, потому что тут дети очень любят творчество. Мы сегодня приехали. Была осенняя новая программа. Детки выступали и пели совершенно разные песни. В том году они пели свою программу весеннюю, в этом же году представили новую осеннюю. Выступала победительница международного конкурса. Все было отлично и классно. Все подарки были закуплены за счет средств, которые удалось собрать во время проведения первичной профсоюзной организации благотворительных акций в рамках недели здоровья. Студенты продавали эко-пакеты, собирали макулатуру, проводили литературно-музыкальные вечера, ярмарки здорового питания, лотереи, благотворительную тренировку по грейплингу и другие акции. Мы же щороку на великие святы приезжаем в будинки-интернаты, чтобы увидеть концерты детей, которые готовятся и надзвичайно хорошо спевают. Мы приехали и мы видели не детей с какими-то определенными болезнями, мы видели чудових детей, таких особенных, надзвичайных, которые так старались, которые так чудово спевали, что все мы поддерживали, аплодировали и не можно было не подспевать им. Уже более 10 лет по инициативе президента Одесской Юракадемии Сергея Кивалова действует программа «Социальная адаптация для сирот». Детей, лишенных родительской опеки, детей с особыми потребностями здоровья, из многодетных семей и семей переселенцев. У нас гости очень часто, мы их очень рады видеть, дети их очень рады видеть. Вот сегодня я разговаривала со студентами Юракадемии, им очень нравится в нашем доме, что меня тоже обрадовало, мне было приятно. Сказали, что, отметили, что наши дети ведут себя хорошо, они воспитаны, потому что дети у нас необычаемые. То есть наши дети не могут запомнить, никак слово составить, прочитать, цифры они не знают, они не могут считать, писать, читать, они этого не могут сделать, но могут петь. Администрация Дома-интерната благодарна президенту Академии Кивалову Сергею Васильевичу за то, что он воспитал таких детей хороших и дает им, наверное, направляет или дает им такую поддержку моральную, чтобы они могли. Просто приезжать к нам и общаться. Студенты стараются вносить свою лепту и помогать таким детям, регулярно посещая детские дома-интернаты. За каждым факультетом закреплено несколько специализированных учреждений. Такие начинания всесторонне поддерживаются руководством вуза. Приехали сегодня в нас студенты всех курсов, всех факультетов нашего университета. Нам, правда, нравится это делать, потому что это добрые дела и всегда поддерживалось это в нашем университете, потому что это действительно важно в наш час, в нашей стране. Студенты Одесской юрокадемии пообещали воспитанникам интерната снова приехать в гости уже в самое ближайшее время. На этой неделе студенты-волонтеры юрокадемии также посетили приют для бездомных животных в селе Дачное в 20 километрах от Одессы. Активисты первичной профсоюзной организации и студсовета вуза привезли питомцам подарки в виде кормов, которых кошкам и собак хватит надолго. Благодаря этому останутся деньги на постройку зимних вольеров для собак. Все животные, которые сейчас находятся в приюте, были брошены владельцами и покалечены живодерами. Впервые правком нашего университета посетила приют для животных. И я очень благодарна Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он дал нам такую возможность помочь беззащитным животным. Их тут находятся в этом приюте 74. И мы сегодня нашим коллективом посетили и немножечко шокированы тем, что условия желают лучшего. Но люди все равно помогают, очень много волонтеров. И мы в этот раз тоже помогли. Мы закупили корм для питания, им в достаточно больших количествах, потому что собак здесь очень много. Владельцы приюта ухаживают за животными своими силами. Признаются, что из-за отсутствия государственных программ оплачивать медицинское обслуживание, закупать корма и строить комфортные вольеры сложно. При поддержке президента Одесской юрокадемии Сергея Кивалова ежегодно организовываются съезды зоозащитников и зоозащитных организаций, где поднимаются вопросы об усилении борьбы с жестоким обращением с животными. Мы призываем к тому, что не каждый человек, допустим, может взять животное домой. У него может быть другой график жизни, аллергия и куча всяких причин. Но человек может стать опекуном конкретной собаки, которая живет в приюте, но он может ее содержать, оплачивать ее медицинское обслуживание, приезжать с ней гулять, вычесывать, проводить с ней время. Очень здорово, что на нас стали обращать, вообще, что благотворительностью, такими вот вещами занимаются люди, которые могут, во-первых, морально до этого дозрели и могут, имеют ресурсы для этого. Вот Сергей Васильевич Кивалов собрал студентов, прислал к нам их с кормом, с поддержкой. И вообще здорово, что он приобщает молодежь к таким вот вещам. В приюте содержится около ста животных. Многие из них всю свою жизнь проведут в этих вольерах. Но помочь им может каждый. Студенты призывают неравнодушных одесситов брать питомцев к себе, либо же просто помогать животным, приезжая в приют. «Найбільше мне вразила историю, когда рассказывал куратор притулоку, что им принесли мешок завязаный, сказали, что там очень скажет собача, его вообще не стоит выпускать на волю, на людей. И когда они открыли, они увидели маленькое беззахисное щенятко с пробитою головой. И это действительно жорстоко. Это очень прикольно, что такие люди есть, которые позволяют себе эту жорстокость. Потому что собаки, вообще животные, они настолько добрые, они настолько все для тебя, все с тобой». «Очень приятно, что мы можем стать частью вот этой вот команды, которая помогает этим животным. Надеюсь, мы еще будем сюда приезжать очень часто. Я безмерно благодарна правкому, что у нас появилась такая возможность». Оказать финансовую помощь приюту студентам удалось благодаря множеству благотворительных акций, которые проводила первичная профсоюзная организация Юрокадемии. Напомню, ранее волонтеры из университета помогли городскому приюту для животных «Ковчег».